Девочки привет! Сегодня я решила вам показать видео мастер-класс. Не знаю уж как получится, потому что опыта у меня почти нет. В общем, с бумагой я решила определиться. У нас будет в этот раз детская тема, и поэтому я решила взять вот таких забавных зверюшек. Это коллекция Little Winter Circus от французской компании Pandora. Бумага достаточно плотная, очень приятная по качеству, и лично мне нравятся дизайны. То есть как обычно, как я уже рассказывала, у меня всегда вначале выбирается бумага, и к ней я подобрала украшения, которые, ну вы уже видели по моим другим проектам, не всегда будут использоваться, но изначально они у меня есть. Так, то есть в этот раз у нас будут такие цветы, такой цветок, такой цветок. То есть все идет исходя из цвета, с которым я решаю работать. Вот, потом у нас идут вот такие вот акриловые капельки, скорее всего, цветочки тоже примовские, и вот такие примовские цветы бальканта, которые я просто очень люблю. Потом вот такой шнурочек нам пригодится, скорее всего. Последнее мое из любимых приобретений, это такие деревянные сердечки, на которых как будто бы выжжены слова. Вот, у нас будет Happy Birthday. И, скорее всего, будем использовать два вот таких лезвия. Ну, я планирую, по крайней мере, там посмотрим, как пойдет. Ножницы, я всегда использую двое ножниц. Вот эти мои любимые, Тим Хольц, ими я вырезаю картинки, а скотч и грубые, ну, допустим, там, отрезать цветочек вот от такой проволоки я делаю обычными ножницами. Так, по-моему, я тоже уже рассказывала, у меня, пока я убираю эту сторонку, у меня обычно открытки идут размером 9х14. Такой выработался стандартный мой размер. Вот, для основы я хочу взять вот такой листья, вот, используя триммер. Мы сейчас отрежем нужный нам размер. То есть, как идет работа с триммером? Мы вот по этой шкале выбираем нужное нам расстояние, то есть, допустим, в начале этой 9 см. Ну, так, грубо, да, потому что отрезаем. И уже по этой стороне нам нужно отложить 15 см, ой, 14 см. Ну, тоже так все на глаз, то есть, если у вас, вам нравятся другие размеры, конечно, делайте другими размерами. И отрезаем здесь 14 см. Вот. У меня уже лезвие пора менять, у меня триммера. Так, из желтой бумажки, вот такой, я предлагаю вырезать сразу вот этими двумя лезвиями нужные нам рисунки. У нас получаются вот такие красивые штучки. И вот, на самом деле, вот у этого лезвия, что мне нравится, у него еще вырезаются вот такие отдельные кружки, которые я тоже всегда использую, потому что они дают дополнительный интерес, как мне кажется. Приятно на них смотреть. Так, хорошо, дальше. Я в последнее время люблю слоников на детское день рождения, поэтому я хочу использовать вот этот рисуночек. И модная нынче атрибутика, ну, уже достаточно давно, на самом деле, это вертушки, поэтому я попробую также вырезать вот эту картинку. И мы посмотрим, что у нас получится. Так, как я уже говорила, вырезаю я все это делаю ножницами от Тима, вот такими. Тоже будут скоро, наверное, в магазине снова. Они были, но их, по-моему, купили, надо проверить. Вот. Так, ну, продолжим. Ну, то есть, вот я вырезала вот такие картинки из этого же листика со слониками. Я еще вырезала вот такую полосочку и вырезала вот такой маленький шеврончик. Сразу говорю, что, скорее всего, эта открытка не будет там какой-то прям суперовской, потому что, конечно, я обычно трачу больше времени, чем вот как мы сейчас сделаем с вами почти в живом режиме. Поэтому будет просто что-то миленькое, симпатичненькое. Не знаю, как у вас, у меня сейчас ребенок часто ходит на дни рождения, и нам нужны такие открыточки. Вот. Так, ну, вначале пробуем с вот этой картинкой, которая мне сейчас уже, кажется, будет большевата для этой открытки. Потому что и слоник, и она как-то, ну, на мой взгляд, слишком много. Знаете, как из серии «Все лучшее сразу». Поэтому я остановлюсь на слонике. Вертушки мы уберем пока в сторонку. Вот эти штучки мне очень нравятся. Они добавляют воздушности, поэтому мы их будем... Я их буду пытаться пристроить. Вот это тоже пусть будет. Примерно так. И вот, допустим, вот такое вот сердечко. Так, ну, вот его чуть повыше. Вот пока вот так, как я это называю для себя, скелет, который меня, условно говоря, устраивает. К этому скелету я буду добавлять шрабеленту. Вот эту надпись, про которую я вам говорила, деревяшечку. Потому что у меня тоже к вам будет просьба, чтобы это была не просто какая-то открытка, чтобы было понятно, что это на день рождения. Поэтому, значит, у нас будет вот эта деревяшечка, которую я привязываю как раз вот таким шнурком. Скорее всего, сюда подойдет либо вот этот цветок, либо все-таки я остановлюсь на желтом. Сейчас посмотрю. То есть вот из этих двух, скорее всего, я буду выбирать. Вот. И вот, значит, два цвета шабелент, которые, мне кажется, тоже будут вполне уместными. Вот, соответственно, если, ну, по логике вещей, либо мы берем вот такое сочетание, либо мы берем вот такое сочетание. Наверное, пойду попробуем вот с таким поработать. Сейчас посмотрим, как пойдет. И дальше уже определимся. Значит, шабелента. Вот, еще раз хочу показать. Это мои любимые шабеленты. Видите, у них прям такой красивый переход. То есть это, ну, они на самом деле окрашиваются вручную. Это достаточно трудозатратно по времени. Но результат стоит того, они тоже есть у меня в магазине. Вот, значит, навскидку я примерно отрезаю вот такой кусочек. Ну, где-то это сантиметров сорок, наверное. У меня обычно остаются кончики, но я не люблю отрезать впритык, потому что мне потом неудобно завязывать. Так, как я уже говорила, завязываем мы просто бан, обычный вначале узелок, посередине один. Дальше, поскольку мы будем привязывать деревяшку, я обычно сразу отрезаю, ну, примерно от сантиметров 10 кусочек маленького шнурочка. Можно брать вощеный шнур. На этом же узелке делаю легкий узелок из этого шнурочка. И сверху уже из шеби-ленты делаю на одном и том же узелке два бантика. То есть бантик один, и сверху у него еще один. Вот так вот можно потянуть за кончики, чтобы отрегулировать длину вашего желаемого бантика. Так, ну вот у нас получился такой цветной бантик. В принципе, он меня устраивает. Дальше сверху еще разочек, чтобы уже красиво у нас все было. Мы завязываем еще один узелок вот этим шнурочком. И пока что свободно привязываем деревяшку. Я имею в виду свободно, что нам не нужен такой конкретный узел, потому что у нас сверху еще будет цветок. И нам, скорее всего, надо будет это как-то слегка подвинуть, чтобы у нас не закрылась надпись. Ну, то есть примерно вот так. Вот. А тоже хвостики у ленточек, видите, какие остались. То есть сразу можете примерно понять, что можно было сантиметров на 20 меньше отрезать. Но тогда сложнее было бы завязать красивый банк. Ну, это лично мне. И, опять-таки, если никуда не спешите делать это не на камеру, то, наверное, можно в этом плане сэкономить. Вот. Примерно это вот так вот мне хочется сделать. Цветок. Большой. В принципе, да. Можно было бы догадаться. Тогда, наверное, добавим, попробуем вот эти цветки. Цветы сопрано. Тоже мне очень нравится. Как я уже говорила, другими ножницами мы отрезаем проволоку, на которой они крепятся. И пытаемся несколько вот так вот его пристроить. Обычно я оборачиваю вокруг банта эту проволоку и прячу ее вниз, чтобы никто там, не дай бог, потом не укололся. Вот. Что у нас получается? Получается это все примерно вот так. Сразу говорю, я клеить и прошивать сейчас пойду. Сделаю это без камеры уже. И слоника и сердечко я приклею, скорее всего, на объемный скотч, чтобы было объемнее. И на фотографии это, как правило, не передается, но вживую это, естественно, все видно. Вот. Ну, то есть вот такой примерно вариант меня устраивает. Сейчас пройду, прошью. Потом добавлю еще акриловых капель. И у нас уже будет почти виден конечный результат. Только что начала просматривать то, что отсняла, и поняла, что кусок видео у меня почему-то не отснялся. В общем, когда я все прошила, что я сделала? Я взяла тепловой пистолет, горячий пистолет, приклеила бантик, цветочек. И вот это все добавить немного сизали. Сейчас еще раз покажу, как я ее добавляю. То есть я ее беру буквально на глаз, вот так вот, да, скручиваю таким образом. И прямо на горячий пистолет выдавливая из него горячий клей, прижимаю, и он хорошо на самом деле приклеивается. И сверху уже я нажимаю, прижимаю, приклеиваю то, что у нас было цветочек вместе с бантиком и с деревяшечкой. Вот, дальше, что я еще рассказывала в тот момент, когда у меня выключилось видео, что все мелкие детальки, такие как акриловые капельки, я клею на глоссе акцент. И вот, например, когда я клеила вот такой кружочек, клей слегка-слегка не может вылезти. Поэтому, чтобы у нас работа всегда выглядела все равно аккуратно, я использую обычный глиттер от Тимохольц, но я его пересыпала в такую вот удобную колбочку. И когда, например, я что-то приклеила, я прям вот так вот чуть-чуть сверху посыпала, и весь мой клей стал скорее как глиттер выглядеть. И поэтому это выглядит уже точно аккуратно, и никаких проблем не возникает. Вот, потом я использовала вот такую доску, чтобы сделать сгиб. Вот, и в принципе открытка у нас получилась готовая. Здесь объем, объемчик везде, то есть вроде бы неплохо. То есть с учетом того, что мы это с вами сделали, получается, даже с учетом прошивки и вырезания всех элементов за 30 минут, по-моему, вполне достойный результат. Надеюсь, что что-то было новое, и вам понравилось. Конечно, жалко, что кусок видео обрезался, но я уже повторить, я уже, к сожалению, сейчас не смогу. Спасибо большое.